Итак, ребят, поддерживаем всегда разговор на форуме, это очень важно. Всегда поддерживаем тему, если, ну, это на форуме вы работаете, если где-то в блогах у блогеров, то смотрите, там очень важно уважать того блогера, на которого вы подписаны. То есть ни в коем случае не говори, там, а вот у я круче, чем там вы, да, вот чтобы такого контента не было. Потому что если блогеру не понравится ваш комментарий, что вы уводите к себе там своих, а его подписчиков, то, соответственно, он вас имеет право заблокировать вообще, да, но и ничего хорошего это вам не принесет. Когда вы общаетесь на форуме, там какие-то определенные темы, вы развиваете на определенную тему, вы разговариваете, разговаривает аудитория, вы знаете дополнения, то вы, ну, знаете там, что дополнить, то тогда можно оставить комментарий и свою реферальную ссылку на продукт. Реферальную ссылку, ребят, ссылку на продукт берете со своего личного кабинета. И тогда это уже привязывается к вашей странице. То есть если, например, идет вопрос по здоровью ребенка, и вы говорите, ага, вот у меня уже появился там результат определенный, и ссылку даете в свой личный кабинет, заходите, заходите на Омегу-3, вот на этот продукт, копируете ссылку оттуда, идете на форум, оставляете комментарий, говорите, да, хорошая там тема и так далее. Я вот пользовалась Омега-3, до сих пор пользуемся, увидела там результат. Вот здесь вот можно подробно об этом почитать и оставлять свою реферальную ссылку в социальных сетях. Это один из методов прикрутинга, ребят, это приглашение на продукт, а потом можно перевести клиента в партнеры, об этом я сейчас тоже немножко вам расскажу. Как выбрать форум? Конечно, ребят, быть неактивным, это вам, ну, ничего не даст, результата не даст. То есть вы, если выбираете какой-то форум, то на нем нужно быть активным. Если вы выбираете какой-то блог, да, на котором, ну, в Инстаграм, на котором вы будете сидеть, то, соответственно, на нем постоянно ставить комментарий, оставлять, его читать, там, лайкать и так далее, и немножко подписываться на подписчиков этого блога. Не обязательно, там, миллион блогов, чтобы у вас было, потому что вы не будете успевать за всем этим следить и читать, у вас времени не будет. и, соответственно, не будет регистрации, да, но у нас, у нас должно быть и регистрация идти, и, соответственно, успевать рекрутировать. Итак, выберите какой-нибудь форум или блог в Инстаграм в зависимости от вашей целевой аудитории. Ну, например, будущие мамочки, настоящие мамочки, красота, здоровый образ жизни, отзывики, очень популярные такие форумы бывают, на которых можно найти определенную тему и в этой теме выступать экспертом. Смотрите, как найти форум? Это очень легко. В поисковике забиваете форум для женщин, форум для мужчин, несмотря какая тему вас интересует, и там выпадают форумы. Самые форумы, которые пользуются популярностью, это косметичка.ру, отзовик.ком и рекоменд.ру. Сейчас я вам скину вебинарку. Меня слышно, ребят? Я вроде бы не отключалась, да? Вот эти форумы являются более популярны, где, хорошо, где вы можете подписаться на один из них и периодически в свое определенное время, когда вы там себе в графике активности ставите, туда заходить, просматривать и являться, да, там, участвовать в обсуждениях. Плюс свои какие-то делать посты. Вот, посмотрите, почитайте. Хорошо? Что делаем и что не делаем? Активные. Мы с вами на форумах, если решили прокачивать эту тему где-то, да, то есть вы выбрали для себя форум или выбрали блог в Инстаграм, то, соответственно, там постоянно быть. Создайте свою собственную дискуссию на форуме, это можно сделать, в Инстаграм тоже, да, то есть вы выступаете неким экспертом на своей странице, и, соответственно, свою страницу в этой области тоже развивайте, раскручивайте. Кто что раскручивает. Помимо приглашения в бизнес, у вас, чтобы была какая-то тематика, да, что вы хотите людям дать полезного, помимо приглашения там в свою команду. Развитие бизнеса. Вот. Кто-то визажист, он, соответственно, рассказывает, как правильно там накладывать макияж. Кто-то очень имеет хороший опыт в воспитании детей, является воспитателем, да, в детском садике и может в этом плане чему-то помочь. Там в психологии детей разбирается. Это очень интересно для целевой аудитории. Ну, найдите вот какую-то такую тему, которую вы будете развивать у себя, быть экспертом в этой области. Хорошо? На своей страничке. Таким образом вы привлечете к себе нужных вам людей, целевую свою аудиторию, которым тоже будет интересна эта тема. Ну, и, соответственно, уже можно будет создать из таких людей единомышленников в свою команду зарабатывать вместе с вами. Так, дальше. Собственно, дискуссии на своих страничках создаем. Пишем только умные комментарии к темам обсуждения. Не надо там писать. Если вы хотите экспертом себя сделать, то, соответственно, умные комментарии пишем. Хорошо? Ссылки оставляем, видео там, своего сайта, если хотите бизнес предложить, или реферальную ссылку на продукт, да, или видео про продукт. Вашу реферальную ссылку оставляйте. То есть вот в компании Арифлейн можно же просто сделать ссылку взять на сайт компании, но это ничего не принесет. То есть у вас не будет увеличения клиентов и увеличения партнеров, если вы будете кидать там всякие общие ссылки на то, чтобы посмотреть продукт. Да, то именно свою из своего личного кабинета. Что же мы не делаем? Это мы не спамим. Мы не пассивные спами, а активные. Неуместные комментарии не пишем. Бывает так, особенно в Инстаграм, да. То есть тема идет... Блогер выставил тему, например, про как приучить ребенка к горшку. А вы тем самым пишите, вот омега-3 там, на-на-на, короче, и ссылку даете. Будет это уместно? Не будет, конечно же, да. То есть если вы хотите поучаствовать в обсуждении, то, соответственно, пишите только уместные комментарии. Или бывает так, многие работают спамом у звезд. То есть звезда там знает, что у звезды очень много поклонников и аудитории, которые прочитывают там комментарии или участвуют, начинают писать. Предлагаю зарабатывать там сидя дома. Или я ставлю лайки, пиши мне... Я ставлю лайки и зарабатываю, пиши, если актуально. Ребят, это спам, но на самом деле мы вот так вот, чтобы не позорить себя, свое имя, свою команду и свою компанию, мы так не делаем. И компания это вообще запрещает делать. Хорошо? Вот это запишите себе. Не спамить. Не писать неактуальные комментарии под чужими постами ни в коем случае. И реферальная ссылка приводит на страницу, не связанную с темой обсуждения. Тоже так не делаем. То есть обязательно правильная реферальная ссылочка. Всегда делитесь ссылкой на конкретную статью, видео или продукт, чтобы человеку не нужно было где-то там искать, да, сильно много. Вот он, вы ему статью эту написали, чтобы, в смысле, написали комментарий, дали статью конкретную, чтобы он зашел уже и посмотрел, дальше прочитал. То есть не надо было что-то там искать. Хорошо? Так будет удобнее. Потому что если вы просто там дадите какую-то, ну вот, общую, например, ссылку на общий сайт компании Арифлэм, типа иди-веди и прочитай, сам посмотри. Он не будет искать ваш клиент или ваш кандидат, не будет там искать информацию. Ему чисто конкретно нужен ответ на его вопрос в обсуждении, в котором вы принимаете участие. Ну и всегда добавляйте свои собственные комментарии, не просто ссылку, да, скинули все. Потому что это очень раздражает людей, когда просто там, сука, пришла. И, ну, вас просто могут заблокировать эти действия неправильные. Дальше. Вот смотрите, сейчас я вам покажу пример. Видите? То есть если тема обсуждения идет про комплексный уход, вы говорите про Novage, эффективная серия, и ссылку отправляете на конкретный продукт. То есть не на официальный сайт компании, а на конкретный продукт, чтобы можно было более конкретно все прочитать. Вот, например. Я вообще поклонник продукции компании Арифлейм, чтобы не купила, все нравится. Пользуюсь только ее кремами, средствами гигиены и прочее. Обожаю wellness, серию Novage. Ждала, так как было много слухов, новые разработки, 7 патентов, суперэффекты, совершенно новый подход к морщинам и так далее. И ссылка на продукт. Понятен этот момент, ребят? Чтобы человек сам на сайте не искал, а уже конкретно пришел. Вот здесь вот неправильный комментарий. То есть про брови, уроки макияжа, видеофото, эффективные, смоки-айз, нанесите основу и так далее. Ну, то есть, видите, здесь уроки макияжа. Очень полезная тема, вы можете узнать подробнее здесь. Ссылка ведет на главную страницу Арифлейм и комментарий непривлекательный. Давайте другую ссылочку посмотрим. Очень полезная тема. Спасибо. Спасибо. То есть обязательно поблагодарить за статью. Просто хочу добавить. Да, рекомендации для разных возрастов. Чтобы вы выбирали косметику, соответственно, вашему возрасту. Здесь есть интересная статья об этом. И уже ссылка, которая ведет непосредственно на страницу. На страницу с описанием этого, этой информации, да, о котором идет комментарий. Вот здесь уже интереснее почитать. Ага, а как же все-таки, ну да, дополнение, так ведь? А как же все-таки выбрать-то косметику в вашем, ну, с моему возрасту? Для меня это очень интересно, пока только я посмотрю. Дальше. Что делаем? Что нужно, что не нужно. Золотые правила работы через интернет. Об этом обязательно задумывайтесь и всегда применяйте. Применять, принимайте активное участие в обсуждениях, продвигайте продукт или бизнес через сравнение, объяснение, если вдруг вы там с кем-то, ну, идет обсуждение, какой же вид дохода выбрать. Стройте отношения и только после этого рекомендуйте что-то. Как бизнес, так и продукт, ребят. Мы в компании Арифлейм с вами в двух направлениях работаем, да. Мы и на бизнес приглашаем, мы и приглашаем на дисконт. То есть на выбор к человеку, человеку на выбор. То есть человек может просто пользоваться дисконтом, и человек может с нами вместе бизнес развивать, если ему это интересно. Никогда не давим, ребят, здесь где-то это есть, да. Давайте информацию, относящуюся к теме группы. Оставляйте ссылки с комментариями, будьте общительны. То есть не нужно просто ссылку кидать, я уже об этом говорила. Давайте информацию, относящуюся к теме группы, публикуйтесь вовремя. У нас с вами есть определенное время, когда мы публикуемся. Это в зависимости от того, когда наша с вами целевая аудитория более активна. Это в основном бывает утро, это в основном бывает после обеда, и это бывает вечером, когда все уже дома. Общайтесь вежливо, реагируйте на критику дипломатично обязательно. То есть не нужно там ругаться и что-то доказывать там и так далее. Всегда выслушивайте, да, то есть, ну, выслушивайте, особо не видно, что вы выслушали, но на комментарий, если просто к вам позвонили, да, клиент там чем-то недоволен, то всегда выслушайте сначала его, вот эти, ну, чем он недоволен, если вы по телефону разговариваете, если в социальных сетях, то, соответственно, отвечать на комментарий, писать только правду, не нужно что-то там приукрашивать сильное или писать, что вы, ну, там, не знаете, вообще не в теме. Быть экспертом все-таки и до конца показывать свой профессионализм в этой области. Если вдруг у вас где-то там чего-то вы не знаете, то обязательно почитайте, сами посмотрите, у нас материалов много. У нас есть и каналы от Арифлейм, у нас есть чат, где можно задать вопросы и так далее. Хорошо? Вежливо ответить, обязательно вежливо ответить тому человеку, который, ну, сказал какой-то там не очень хороший даже комментарий, а ему отвечаем нормально, да, никуда не посылаем. Что не делаем? СПА. Что такое СПА, мы с вами уже обсудили. Это не в тему, когда вы пишете, и это тогда, когда вы чересчур, чересчур активны даже бываете. Во всех социальных сетях есть определенные правила поведения, то есть нельзя много друзей к себе добавлять, нельзя много комментариев писать, да, это определенного рода тоже спамные методы, и за эту активность модераторы смотрят. Вот, то есть нужно соблюдать лимиты в социальных сетях, и прежде чем написать про бизнес или про продукт, обязательно сначала войти, ну, подружиться, подружиться с человеком, войти, ну, узнать что-то о нем, да, ну, не просто, чем он дышит вообще, узнать, какие у него интересы узнать. То есть подружиться в социальных сетях с этим человеком, которого вы добавили к себе. Друзья, только после этого с осторожностью, ребят, чтобы не было расценено как спам, с осторожностью пригласить на презентацию бизнеса или на продукт, да, что-то порекомендовать, если вы уже увидели. В социальных сетях дружим таким образом. Подписываемся на этого человека, за ним наблюдаем определенное время, лайки, комментарии к его постам, которые он публикует. Все, вы уже в нормальных доверительных отношениях. И после этого, ребят, только можно, как я уже сказала, с осторожностью предложить свои там услуги, бизнес или продукт, или дисконт. Продвигать как бизнес, так и продукт в агрессивной манере нельзя, да. Так, дальше. Оставлять ссылки без комментариев, давать информацию, не относящуюся к теме группы или разговор опубликоваться, когда захочется. Это тоже нельзя, не надо так делать, потому что вас должны читать, и ваши посты должны знать. И знать, что вот в это время, сейчас, Татьяна опубликует что-то новенькое и интересное, нужно почитать. Вот таким образом мы еще и к себе, да, приучаем наших подписчиков. Реагировать на критику немедленно и агрессивно чего-то там доказывать. Не надо ничего доказывать никогда. Так, это все, и я вам хотела еще показать, показать. Если вдруг к вам пришел человек на продукт, сейчас. Человек на продукт пришел. Я слайду просто не загрузила, сейчас я вам демонстрацию экрана опять покажу. Хорошо? Хорошо. Так, я думаю, что вы увидите, да? Сейчас я вам перелисту. Итак, вы увидели, что клиент, который пришел на продукт, он постоянно делает заказы. Постоянно, значит, заказы делает. Вот у меня просто есть такие в команде. И как перевести человека на бизнес. Или по реферальной ссылке вашей, которую вы скинули, к вам зарегистрировался клиент. Он постоянно тоже делает крупные заказы для себя. И вот таким образом можно пригласить. Пример. Уважаемая Виктория, я вижу, вы очень активный онлайн клиент. Вы уже рекомендовали своим друзьям посетить мой личный интернет-магазин, и вы размещаете крупные заказы каждый месяц. Я хочу предложить вам больше преимуществ и больше прибыли с Арифлейм. Я хочу встретиться с вами и поговорить об этом по скайпу. Ну, или каким образом вы общаетесь. Я провожу встречи в офисе Арифлейм систематически в понедельник, ну, и свой график. Сможете ли вы присоединиться? Мы можем встретиться в офисе, или мы можем коротко поговорить по скайпу в любое удобное для вас время. Дайте мне знать, как, где и когда лучше всего для вас. Я буду очень рада услышать вас. Мария. Ну, это пример письма. Так, имейте в виду, ладно, ребят. И еще я вам хотела сегодня зачитать много устав компании Арифлейм, чтобы вы об этом тоже знали. Давайте я опять пока с экрана покажу. Мы вместе с вами несколько пунктов зачитаем. Устав компании Арифлейм, он, это правила поведения своего рода. Правила поведения, которые изложены в уставе. Это этический кодекс Арифлейм. Каким образом складываются взаимоотношения компании, консультанта Арифлейм, это все здесь прописано. Как правильно себя вести, да, поэтому это нужно знать. Как консультанта Арифлейм, я обязуюсь следовать перечисленным ниже принципам ведения бизнеса. Неукоснительно соблюдать все правила, отраженные в уставе Арифлейм и других изданиях компании. Следовать не только букве, но и духу устава Арифлейм. Включая в деловые отношения в качестве консультанта Арифлейм, руководствоваться главным принципом – относиться к окружающим так, как я хотел бы, чтобы они относились ко мне. Правильное мнение? Я думаю, что да, всем так хочется. Также предоставлять продукцию, бизнес-возможности, тренинги, а также любую информацию об Арифлейм своим клиентам и консультантам честно и правдиво. Я буду предоставлять всю запрашиваемую информацию, включая ответы на любые вопросы от потребителей, касающихся продукции и бизнес-предложений Арифлейм. Я буду лишь давать те обещания в письменной и устной форме относительно продукции и возможностей, которые приведут в официальных, которые приведены в официальных корпоративных изданиях Арифлейм, а не где-то там, где вы прочитали. Если официальная информация, проверенная информация, ребят, тогда мы об этом рассказываем. Если не официально, то не надо об этом говорить, что-то даже обсуждать. Приглашая консультантов и рекомендуя продукцию, я не буду использовать обман, ложную информацию и методы, которые могут ввести клиента, рекрута в заблуждение. Исполнять все обязанности консультанта Арифлейм, а также спонсора и директора, предписанные согласно достигнутому уровню и изложенные в официальных изданиях Арифлейм. Вести себя соответственно высочайшим этическим стандартам компании, подразумевающим честность, достоинство и ответственность. Я ни при каких обстоятельствах не буду использовать сеть Арифлейм для распространения любой другой продукции, кроме одобренной компании. Обязательно строго придерживаться методами прямых продаж продукции потребителя, а значит не использовать розничные каналы в дистрибьюции любого вида. То есть это значит продавать где-то Арифлейм в каком-то розничном магазине. То есть закупать и потом в розничный магазин это ставить. Бывает такое, что в ларьках продавать начинают Арифлейм. Это запрещено, ребят, уставом компании. Так? Согласны? Что это очень важный пункт. Это порочит мнение вообще о компании Арифлейм. Соблюдать законы своей страны, а также всех стран, в которых будет функционировать моя международная сеть. Ну и дальше правила поведения, о которых я хочу, чтобы вы сами прочитали. Хорошо? Так, ответьте мне, пожалуйста. Такие моменты мы с вами обсудили. Это важные моменты для развития нашего с вами бизнеса и для эффективного функционирования самой компании Арифлейм. И они очень важны. Еще один важный момент, ребят, это то, что часто бывает, что мы ждем-ждем чего-то, а потом приходим к нашим знакомым, а они уже зарегистрированы в компанию Арифлейм, в какую-то там другую структуру, и мы начинаем печалиться и психовать. Ну, никто не виноват, что так случилось, да? Кто виноват? Надо было пораньше прийти тогда самим. Или наоборот, вы только зарегистрировались, пошли на свой теплый рынок и узнаете, что оказывается там ваша подруга лучшая уже тоже зарегистрирована месяца два назад. И вы такие, блин, да как так, ты там, я тут, слушай, ну что делать? Блин, ну ничего не делать, ребят. Ничего не делать, все удачи, слушай, ну давай говори, рассказывай, как у тебя, какие успехи, что там вы, я вот по такой системе работаю, ты по какой? Да делитесь опытом, не надо печалиться и переманивать одну подругу в свою там систему. Но у нее та система, у вас эта система. И сейчас любые системы, они все работают. Поэтому пожелайте, говори там, давай вместе будем общаться, переопыляться, встречаться. Это наоборот круто, но ни в коем случае не говорите о том, что, ну давай приходи ко мне. Ну что ты там, когда у тебя там терминация, терминируйся, пойдем ко мне и так далее. Вы можете так, ребят, сказать, только в том случае, в том случае, когда ваша подруга, она сказала, что нет, мне это неинтересно, я не стала этим заниматься, развиваться, и я буду там терминировать, да, то есть ее это решение. Или когда она уже терминировалась, ребят, тогда вы можете сказать, слушай, ну давай я тебе расскажу про нашу бизнес-систему, как мы работаем. Возможно, она отличается от той, которую предоставляли тебе. Вот когда уже человек, все уже терминирован, да, вот тогда вы можете приглашать в свою структуру. Ну не надо ни в коем случае переманивать, ладно? Ну тем более еще какие-то там ходы-выходы придумывать. Как обойти устав компании Арифлейн, это вообще, ну, запрещено. Почему? К чему это ведет? Если вы не знаете, к чему это приведет, я думаю, что вы будете приглашать вот так вот к себе в команду, чтобы ваша подруга там зарегистрировалась именно к вам. У меня просто были уже такие случаи, когда сестра была зарегистрирована в одной структуре, потом в другой структуре, и теперь, получается, сестренка зарегистрировалась ко мне в структуре, и она хочет свою сестру зарегистрировать к себе. И они, значит, выдумывают там какие-то другие данные, без отчества, без вообще ничего зарегистрировали, что-то там поменяли, буковку и так далее. Я говорю, зачем? Вот какой смысл с неправильными данными зарегистрировать человека? Ну потому что у нас регистрация не проходила. Я говорю, ну, конечно, не будет проходить, а как она будет проходить в 250 раз, если в одной структуре, в третьей структуре, во второй, еще и в третью раз зарегистрировали. Они еще с этого номера умудрились заказ делать, его активировать. Я говорю, этот номер, он все равно ни к чему хорошему не приведет, потому что с него зарабатывать большие деньги нельзя. Мы приглашаем вас не просто стать там менеджерами, которые зарабатывают 15 тысяч, ну там 10-15, да, 15 тысяч по максимуму. Вот, мы вас приглашаем для того, чтобы вы могли сделать себе классную карьеру здесь, не ниже бриллиантового директора. Но это же все проверяется, и, конечно же, все это видно, что человек пришел с нарушениями, его номер будет терминирован в таком случае. Поэтому, если компания обнаруживает то, что у вас была регистрация в структуру еще до момента, когда вы числились там в другой команде, в другой структуре, то, соответственно, эта регистрация будет являться недействительной. И те деньги, которые вы заработали, и ту работу, которую вы проделали, это все будет зря. Зря и обида просто на Арифлейм, а на самом деле нужно обижаться на самого себя, то, что вы неправильно поступили, да, ну, возможно, на спонсора, который вас уговорил зарегистрироваться к нему. У меня также есть такие случаи, когда, наоборот, человек зарегистрирован в моей структуре, а его переманили и зарегистрировали в это время, пока она была у меня, ее зарегистрировали в другую структуру. Это все сразу выяснилось, и два номера, мой и там в другой структуре, ну, в моей структуре и в другой структуре сразу поставили на блок. То есть нельзя было не делать заказы, не регистрировать людей под себя. На что она пошла, значит, на следующее, вместе со своими спонсорами, ну, там спонсор подсказывал, зарегистрировала своего родственника, успела зарегистрировать своего родственника, сына, и, ну, потом номер на блок поставили, и сына работает. Я говорю, сын тоже зарегистрирован с нарушением. Ему не сделать карьеру в компании Reflame. Единственное, что вы можете делать, это только заниматься продажами, да, то есть работать вот таким вот, таким образом зарабатывать. Но вы не станете здесь директором, вы не станете здесь золотым и бриллиантовым директором в том числе, потому что это сразу выясняется, ребят. Поэтому и вам смысла нет тратить время на тех людей, которые зарегистрированы пока в другой структуре, и что-то там выдумывать к себе, приглашать, переманивать. Хорошо? Ну, и это неэтично, согласитесь. То есть человек уже принял решение действовать в другой команде, там тоже есть спонсоры, там тоже есть директора. Просто всегда думайте о том, что, возможно, сейчас вашего партнера, потому что все бумерангом возвращается, тоже переманивают и говорят, да что ты там будешь у того-то, того-то, давай ко мне пойдем, я все-таки твоя там знакомая, там подружка, там, на-на-на, я тебя дождусь, давай терминируйся. И вот это вот начинается переманивание и перетягивание. Ребят, вот никогда так не делайте. Нам всегда, и Антон Долженко говорил, что на нас с вами хватит людей незарегистрированных, поэтому не теряйте время свое, не ждите никого. У меня есть подружка, которая зарегистрирована в компании Альфуэм, у меня есть другие люди, с которыми я общаюсь, они зарегистрированы в других структурах. Мы с ними дружим, я же их не переманиваю, я же не говорю, пойдем ко мне, у меня тут лучше и так далее, да. Ну и ладно, я им наоборот говорю, слушай, ну давай я тебе там подскажу, если у них там какие-то вопросы есть. Они делятся своей информацией, я делюсь со своей информацией, которой владеем. И таким образом компания становится намного сильнее. А это для нас очень важно, потому что компания является нашим партнером. И успех компании это наш с вами успех. Наш успех, это и успех компании в том числе. Мы партнеры, и поэтому она хочет, чтобы мы были и красивые, и здоровые, и богатые, да, потому что мы несем информацию в массы. Мы своим примером показываем, что с компанией можно эффективно зарабатывать, и не только зарабатывать, но иметь очень насыщенную жизнь, полной как раз красотой и здоровью. Вот на этой ноте я хочу закончить сегодняшний вебинар. Спасибо всем присутствующим. Задавайте вопросы, если что-то непонятно. И обязательно я вам даю задание прочитать устав компании Арифлейм, и после этого только начинать вообще работать где-то в социальных сетях, вообще сотрудничать с компанией Арифлейм. Потому что пока устав вы не прочитали, вы не знаете, как себя вести в определенных условиях. Вот после изучения уже устава можно идти и презентации проводить, и вообще что-либо рассказывать, да, про продукт в том числе. Ну все, с вами была Ольга Соколова. Всем пока-пока. Продолжение следует...